к нашим структурно-функциональным корреляциям. Ну, традиционный слайд о конфликте интересов. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, там лекции я стараюсь выкладывать. Предыдущую лекцию, она у меня есть, она срендерилась, но, к сожалению, я ее еще не выложил. Но надеюсь, что завтра мне удастся это сделать. Послезавтра я лечу в Сургут. Если завтра не сделаю, то тогда уже только на следующей неделе. Ну, и традиционные слайды о аэто-нометре, модуль периметрия. Классификация периметрических дефектов по брусине и по уходу по Берри Шендерсону на данный момент доступна. То есть вы фотографируете данный values, и аэто-нометри-бот позволяет вам выявить, насколько выраженное снижение светочувствительности сетчатки у нашего пациента. Классифицирует она его по нескольким классификациям. И небольшое количество данных о пациенте, конечно же, нужно ввести. Выдается значение по уходу по Перри Шендерсону, и сейчас уже выдается по брусине в виде таблицы. Калькулятор гистерезиса роговицы и фактор резистентности роговицы. Это тот калькулятор, который нам позволяет рассчитать вязкие эластические свойства фиброзной оболочки глаза по данным Reichert 7CR. Я понимаю, что это не самый распространенный тонометр, но тем не менее, это тот тонометр, который вам позволит узнать более точно измеренные уровни офтальмотонуса с учетом эластических свойств фиброзной оболочки глаза. И кроме того, рассчитать коэффициент напряжения фиброзной оболочки глаза, коэффициент в вестнике офтальмологии, если я не ошибаюсь, вышла публикация Антонова-Козлова и Антонова, там они объясняют, зачем и почему нужно проводить это исследование нашим пациентам, зачем рассчитывать коэффициент напряжения фиброзной оболочки глаза. Если он больше 1,1, то это уже считается патологическими изменениями. И мы ждем прогрессирования таких пациентов. Пограничные значения от единицы до 1,1, то, что меньше единицы, и равно единице, это изменения, которые нас не должны беспокоить. Модуль тонометрии – это первый модуль, который мы создали. Он позволяет нам измерить оптические и оценить их качество. На данный момент модуль работает по умолчанию для 10-граммового тонометра. И если вы вдруг используете эластотонометрию, потому что очень мало людей ее пользуется, мы в своей практике рутинно используем эластотонометрию и вам советуем. 12 отисков измеряются одновременно, но для этого нужно выбрать, чтобы разметить как эластотонометрию. Ну и, наконец, мы добрались до структурно-функциональных корреляций. Когда в процессе жизнедеятельности у пациента истончается слой нервных волокон сетчатки, а он истончается у всех здоровых людей, то есть у нас есть физиологическая убыль ганглиозных клеток сетчатки. Соответственно, гаукома – это увеличение скорости этой физиологической убыли. То есть ганглиозные клетки начинают погибать настолько быстро, что пациент доживет до своей слепоты. Звучит это как-то странненько, что вы не должны дожить до своей слепоты, как будто бы мы хотим, чтобы пациент прожил подменьше. На самом деле мы хотим, чтобы пациент прожил подольше, но при этом не успел ослепнуть. То есть наша задача – замедлить процесс гибели ганглиозных клеток сетчатки и, соответственно, снижение светочувствительности сетчатки настолько, чтобы пациент не успел ослепнуть. Так вот, на начальных этапах преимущественно у нас происходит убыль ганглиозных клеток сетчатки и, соответственно, слой нервных волокон сетчатки, но при этом происходит значительно медленнее убыль светочувствительности сетчатки. Почему так происходит? Ну, во-первых, нейропластичность никто не заменял, не исключал нейропластичность. Это способность нервной ткани в структурах не только глаза, но и головного мозга. Когда часть структуры погибает, часть клеток погибает, соседние клетки могут на себя брать их функционал. Этот процесс не бесконечный, и рано или поздно, конечно же, это проявляется в виде снижения светочувствительности. Но на каком-то этапе часть функций погибших клеток берут соседние клетки. Соответственно, мы можем видеть убыль ганглиозных клеток сетчатки и слой нервных волокон сетчатки, но не будем видеть снижение светочувствительности или будем видеть значительно менее выраженное снижение светочувствительности. Такое происходит на ранних стадиях головокомного процесса. И это принято называть диссоциацией структурно-функциональных показателей. Иногда, не часто, но такое бывает. Бывают пациенты, у которых нет островка ганглиозных клеток сетчатки, нет слой нервных волокон сетчатки, но светочувствительность высокая. Чаще всего это бывают пациенты с нормотензимной глаукомой, когда диск выглядит так, как будто бы видеть человек не должен. Вот ты смотришь, офтальмоскопируешь диск зрительного нерва, вместо диск зрительного нерва видишь дырку. А у него светочувствительность там порядка 2-3 дБ. Вот у нормотензивной глаукомы такое часто бывает. И у моего тестя. У меня у тестя глаукома, до моего знакомства у него ослеп один глаз, до знакомства с ним. А сейчас у него единственный глаз, на котором толщина слой нервных волокон сетчатки порядка 48, а светочувствительность минус 1,1 дБ. То есть он видит единицу, у него неплохое поле зрения, но зрительный нерв выглядит так, как будто его нет вообще. Такое бывает, но реже. То есть мы диссоциацию чаще видим все-таки на начальных этапах, но на продвинутых стадиях такое тоже теоретически может быть. Соответственно, когда мы видим такую диссоциацию, вызванную, как я уже сказал, а, я не сказал, почему она такая может быть. Ну, во-первых, чаще всего такая диссоциация связана с избыточным количеством ганглиозных клеток. У нас заложено изначально ганглиозных клеток больше, чем это нужно для нормального функционирования сетчатки. И, соответственно, из-за нейропластичности у нас какое-то время может не проявляться истончение слоя нервных волков сетчатки и гибель ганглиозных клеток сетчатки, может не проявляться снижением светочувствительности сетчатки. Ну и вообще считается нормальным количеством ганглиозных клеток сетчатки от 800 тысяч до полутора миллионов. Ну, как бы двукратная разница уже сама о себе говорит. Представьте, если у нас вот в этой точке пациент с полутора тысячами и с 800 тысячами, ой, с полутора миллионами и с 800 тысячами светочувствительности сетчатки, количество ганглиозных клеток сетчатки, то тот, у кого 800, у него будет светочувствительность изменяться явно быстрее, потому что ганглиозных клеток у него сильно меньше. А тот, у кого их полтора миллиона, понятно, что светочувствительность будет более полога изменяться, потому что настолько больше у него заложено ганглиозных клеток сетчатки, что к тому времени, когда произойдет снижение светочувствительности сетчатки, у него погибнет должно сильно больше клеток. Поэтому вот эти две кривые, отражающие изменение, изменение количественного состава ганглиозных клеток и изменение светочувствительности сетчатки, на начальных этапах диссоциация идет из-за того, что у нас заложено слишком много, иногда заложено слишком много ганглиозных клеток сетчатки, а в конце диссоциация идет из-за того, что здесь у нас настолько измерение толщины и количества ганглиозных клеток затруднено. И такие высокие флюктуации светочувствительности сетчатки, что при далеко зашедшей стадии гаукомы крайне сложно интерпретировать, что там куда изменяется. Здесь уже осталась одна нейроглия, сосудистая ткань, соединительная ткань, все что угодно, кроме ганглиозных клеток. И это измерение, ну, такое себе, скажем, не сильно достоверное, не сильно качественное и зависит от большого количества факторов, начиная от качества сканирования, заканчивая артериальным давлением и болемическим составом крови, тогда от того количества воды, которую выпил пациент накануне, скажем так. Ну и структурно-функциональные характеристики. Мы понимаем, что при интерпретации состояния у пациента и принятии решения о наличии или отсутствии гаукомы мы можем руководствоваться только структурными, только функциональными и структурно-функциональными характеристиками. Как мы уже с вами обсудили, структурно-функциональные характеристики мы используем и те, и другие для увеличения чувствительности специфичности методик исследования, потому что после тестовой чувствительности большинства методов находится порядка 15-20%, а это крайне мало. И для того, чтобы принимать более адекватные решения, чаще ставить правильный диагноз и реже пропускать глаукому, мы вынуждены использовать несколько методов диагностики, в том числе ОКТ и компьютерную периметрию, которые складывают пазл наличия или отсутствия глаукомы у пациента воедино. И, соответственно, когда мы выявляем и структурные, и функциональные изменения, уверенность в наличии патологического процесса, конечно, у нас будет выше. Поэтому всех призываю использовать и тот, и другой метод. Нельзя, точнее можно, но качество вашего наблюдения будет ниже. Как у структурных исследований, есть само качество исследования, например, качество сигнала, мы должны для интерпретации результатов использовать высококачественные данные. Если мы видим для стратус, например, 6 единиц, по сути 60%, для спектролиса 15 единиц, для артовью, для разных областей, для комплекса гонглиозных клеток от 45 должен быть. Сила сигнала для слоя нервных волокон сетчатки можно чуть ниже. Там это связано с тем, что слои проще интерпретировать. Слой нервных волокон сетчатки просто прибор интерпретирует, визуализирует, сегментирует, находит, где граница слоя нервных волокон сетчатки проще. Ну и для ТОПКОНа это 45 единиц. Это условные единицы качества сигнала, по которым мы можем определить, насколько достоверно это исследование. Ну и функциональные исследования, конечно же, тоже не лишены своих параметров качества исследования. И мы должны помнить, что для того, чтобы принять решение о наличии дефекта или о прогрессировании дефекта, мы должны выявить этот дефект в двух последовательных исследованиях. Если это первые исследования, то в течение одного месяца мы должны сделать эти два исследования в идеале. Правда, в современном мире это все-таки не то чтобы устаревшие данные, пока других данных нет. Но в современном мире, когда есть ОКТ, когда есть другие методы диагностики, которые позволяют визуализировать структуру диска зрительного дефекта и сетчатки, мы зачастую пренебрегаем этим правилом, что первые два исследования должны быть проведены в течение первого месяца, для того чтобы достоверные данные получить. Но эти два исследования нужны не столько даже для того, чтобы получать достоверные данные, эти первые два исследования позволяют нам сформировать, скажем, так называемую референсную базу, то есть базу сравнения, с которой мы каждый раз будем сравнивать последующие исследования, для того чтобы попытаться выявить прогрессирование в тех или иных областях поля зрения. Ну и что касается качества исследования, потери фиксации, ложно-отрицательные результаты должны быть не более трети, если в третий, в более чем в третий случаев, в одну третий случаев у нас будет выявлены потери фиксации или ложно-отрицательные результаты, то такому тесту доверять не стоит, ну и ложно-положительные ответы, что является счастливым стрелком, их не должно быть больше 15%. Зачем же нам нужны все эти параметры качества сканирования, о которых мы должны помнить и стремиться делать исследования высококачественными, для того чтобы получать воспроизводимые результаты. Но даже получая качественные результаты, мы можем иногда получать ложно-положительные и ложно-отрицательные данные. Что под этим подразумевается? Ложно-положительные тесты, то есть мы делаем УКТ, в данном случае сделано УКТ пациенту, без глоукома. Но при этом прибор ЦИРУС выявляет области, которые прибором интерпретируются как патологические, то есть красная область, это значит, что менее чем у 1% пациентов в этой области толщина слоя нервных волокон сетчатки меньше. Почему так происходит? Чаще всего такое происходит, ну, тут, собственно, написано, из-за большого ПЗО, то есть у милопов, когда глаз растянут, и маленькая площадь дискозрительного нерва. Как это связано? Ну, маленькая площадь дискозрительного нерва, то есть через маленький объем должно пройти определенное количество слоя нервных волокон сетчатки, и они будут располагаться дальше от края дискозрительного нерва. Ну, на первых лекциях по циклу ОКТ я объяснял, там фотография есть интересная, с соломинками, с одним и тем же количеством соломинок. Но все это приводит не только к тому, что мы получаем эти данные, но и к другому, нетипичному, скажем так, расположению сосудов. В данном случае сосудистый пучок находится слишком близко к макулярной области, то есть круто в стороны, ну, не вниз уходит как бы сосуды, а наоборот круто к макулярной области. Из-за этого вот здесь получается, а у нас слоя нервных волокон сетчатки как бы окутывает, окружает сосудистые аркады, да, и, соответственно, из-за этого сосудистые аркады у нас уходят ближе к макуле, и слоя нервных волокон сетчатки смещается ближе к макуле. А здесь происходит участок разрежения, и прибор интерпретирует его как патологический. Так что будьте внимательны, не всегда вот такие красные области являются патологическими, несмотря на то, что при сравнении с базой прибор интерпретирует эти данные как патологические. Но, чтобы вы думали, не только ложно-отрицательные результаты бывают, то бывают у приборов и ложно-положительные результаты. То есть, когда у пациента нет патологических изменений, а он эти изменения интерпретирует как глоукомные. Такое тоже бывает, и в разных картах, да, в разных участках поля карты ОКТ мы можем получать эти изменения в разных местах. Ну вот, смотрите, это у нас здоровый пациент, и мы видим, что патологические изменения мы здесь не выявляем, ну вот какие-то небольшие артефакты, но они нас не очень интересуют. Эти два пациента, эти два глаза, это патологические, с явным выпадением слоу нервных волокон сетчатки и подтвержденным изменением в полях зрения. Да, то есть у нас здесь снизу выпадает, сверху выпадает, и у нас и снизу, и сверху есть дефекты в поле зрения. Здесь у нас выпадает больше снизу, сверху практически нет изменений, соответственно, здесь верхняя область выпадает, достоверные изменения есть, и в нижних областях чуть меньше. Ну вот, если здесь у нас вопросов не вызывает, да, что это глоукомные изменения, то здесь у пациента по тем или иным причинам, в данном случае наоборот, слишком круто вниз расходятся сосудистые русла, и у нас интерпретируются как патологические области, ну, патологическими областями вокруг диска зрительного нерва он интерпретирует ту часть, вот несмотря на то, что слишком круто расходится, да, вот здесь у нас есть какое-то разрежение, но наружная область, вдоль сосудов все-таки, весь слой нервных волокон проходит, и карта у нас, карта толщин по секторам, интерпретирует эти два сектора как патологические. Карта отклонения от среднестатистических значений тоже показывает кольцевидную какую-то скотому, очень похожую вот на эту, но тем не менее это у нас, как мы понимаем, никакого отношения к изменениям глоукомного характера не имеет. Ну и наименьшее вероятность выявления недостоверных данных у нас проявляет карта толщин слоя нервных волокон сетчатки. Собственно, я вас к этому и призывал на предыдущей лекции интерпретировать данные оптической когерентотомографии через карты толщин и карты отклонений. Это те области, которые, те карты, которые позволят вам лучше всего интерпретировать данные, научиться их нужно видеть, эти патогномоничные дефекты, и со временем у вас труда не будет вызывать. Ложно-отрицательные тесты, они бывают у нас чуть реже, чем ложно-положительные, но тем не менее тоже бывают. Вот с таким процентом порядка 20%, ну может быть чуть меньше в карте, что касается ложно-отрицательных, то есть мы говорим, что пациент здоров, а в действительности у пациента глоукома. Есть 1,5 пациентов, обратите внимание, и здесь чуть больше, чем 1,5 в некоторых тестах, да, то есть 1,5 пациентов мы можем, если использовать, будем один тест, классифицировать, как пациентов с глоукомой. Как же выглядят типичные изменения при глоукоме? Ну вот это бывает достаточно часто, это бывает, когда у пациента воскулярная зона достаточно большая, и, соответственно, фавеола, ямочка у нас будет широкая, и мы будем видеть такой дефект кольцевидный вокруг центра. Это не характерно для глоукомы, и это либо просто физиологические изменения, которые никакого отношения к глоукоме не имеют, либо это может быть какая-то макулярная патология, уже разрешившаяся чаще всего. Ну, какие-то дистрофические процессы могут приводить к такому. Единичный такой дефект, скорее всего, это тоже артефакт, хотя, если бы он был подтвержден подобным выпадением слоя нервных волокон сетчатки, иногда бывает, что прям такие небольшие дефекты в центральных отделах, мы об этом сегодня поговорим, соответствуют глоукомным изменениям. Но, глядя на такое поле зрения и отсутствие дефекта слоя нервных волокон сетчатки, нам должно быть понятно, что, скорее всего, этот пациент здоров, и ни о какой глоукоме речи идти не может. Данные изменения, значит, мы видим кольцевину в виде бублика изменения, чаще всего это никакого отношения к глоукоме тоже не имеет, смущает в данном случае вот это выпадение по ходу верхнего сосудистого пучка, но оно находится за пределами сосудистого пучка, и чаще всего такие изменения не очень патагномоничны и не очень похожи на правду. Все-таки либо в сосудистом пучке, либо ближе к центру происходят изменения, но никто не исключает, что это может быть глоукома, тем более, что этому дефекту соответствует выпадение в нижних секторах. Такое тоже может быть, но такое скорее нет, чем да, и только при наличии достоверной отрицательной динамики с таким пациентом мы вели речь о глоукомном процессе. Ну и здесь, просто глядя на фотографию, глазную вна в бескрасном цвете, мы просто видим выпадение слой нервных волокон сетчатки. ОКТ нам говорит, что есть достоверное истончение островка ганглиозных клеток, мы видим соответствующее ему истончение слой нервных волокон сетчатки, и в нижних секторах, это все происходит, и в верхних секторах выпадение поля зрения. Я думаю, что ни у кого не возникает вопроса, что здесь, да, действительно есть глоукомный дефект. Где же мы будем искать типичные глоукомные повреждения? Понятно, что это височная часть макулярной области, четкую границу вдоль горизонтального шва. Если нет дефекта слой нервных волокон сетчатки сверху, то чаще всего есть эта граница, даже если есть изменения в верхней части, как вот, например, вот у этого пациента, то часто мы видим, что изменения в какой-то из областей, чаще снизу, более выражены, чем сверху. Мы уже говорили на прошлой лекции с вами, что есть патагномоничные области, в которых чаще выпадают нижно-темпоральные, верхно-темпоральные области, будут у нас страдать чаще от глоукомного процесса. Ну и возвращаясь к вопросу о центральных дефектах, о маленьких изменениях в самом центре, мы должны помнить, что если у нас есть небольшое изменение островка ганглиозных клеток сетчатки и слой нервных волокон сетчатки в центральных отделах, то они просто могут не попасть, эти изменения в то количество точек, которые мы предъявляем пациентам с тестом 24.2. Достаточно далеко расположены друг от друга точки. В результате центральную часть мы видим практически 4 точки. Для прибора Цируса это 4 точки. Для прибора Топком чуть больше точек, но они дальше расположены. Для Артовью тоже чуть больше количество точек, но тоже они расположены, мягко говоря, далековато от той области, которую мы исследуем, и их всего тоже небольшое количество. Это небольшое количество точек позволяет предположить, что какую-то часть дефекта в поле зрения мы можем пропускать. Худ разработал протокол и разработал проекцию точек на сетчатку. Это у нас протокол Худа на приборе Спектралис. Тест, наложение точек, то есть мы можем предположить, в каких областях поля зрения мы будем ждать изменения для теста 24.2 и для теста 10.2. Чтобы вы понимали, не только Спектралис накладывает такое поле зрения, но и ТОПКОН делает это на приборе Тритон. И такие же, ну примерно по подобной данной мы получаем на приборе Аптопол. Сейчас я пока продемонстрирую вам эти протоколы. Существует большое количество схем структурно-функциональной корреляции изменения поля зрения на сетчатку и на зрительный нерв. Можно сказать так, что вот эти 6 центральных точек, это 45 градусов, ой, 90 градусов от окружности вокруг диска зрительного нерва. Еще 90 градусов, это чуть большее количество точек, которые находятся чуть периферичнее от центра. 90 градусов, за 90 градусов эти 4 точки отвечают, и темпоральный клин, который у нас может появляться, мы можем видеть вот в этих областях. На мой взгляд, темпоральный клин, это все-таки скорее речь идет о расширении слепого пятна, разновидности расширения слепого пятна. Ну, есть часть авторов, которые считают, что это все-таки выпадение специфической группы волокон. Ну, пока я ни разу не видел, чтобы здесь выпадало. Ну, в общем, во-первых, темпоральный клин очень неустойчивое изменение в поле зрения. Достаточно часто он появляется, потом исчезает, потом снова появляется, и чтобы ему соответствовал дефект слой нервных волокон сетчатки, ну, я пока еще ни разу не видел. Если кто-то видел, можете поделиться своим опытом. Ну, и еще 90 градусов, наружная область поля зрения. Ну, и вот мы вернулись опять к центральным отделам. Все тот же худ выявил, что есть патагномоничная область, это область в нижней темпоральной части сетчатки. Мы будем видеть выпадение характерное, но лучше всего его видно на протоколах 10.2, потому что протокол 10.2 позволяет нам 10.2 или M-Dynamic. Мы в своей практике работаем преимущественно в Челябинске на приборах Octopus, и все, кто работает на приборах Octopus, чаще используют программы с физиологическим расположением точек. Это G-Dynamic и M-Dynamic. M-Dynamic, конечно, значительно выиграет по количеству точек в 12-градусном поле зрения по сравнению с 10-градусным полем 10.2. Но, тем не менее, если мы видим центральный дефект, то мы можем попытаться выявить этот дефект для того, чтобы его в дальнейшем мониторировать и пытаться наблюдать за изменениями в поле зрения при помощи теста 10.2. Ну, вот эти дефекты, о которых я говорил, которые считаются типичными дефектами, они бывают достаточно частыми. Это все разработки Huda. Huda очень много занимается структурно-функциональными корреляциями. Большое количество статей написано автором. По поводу расположения. Вот здесь у нас находится как бы темпоральная часть в центру. В большинстве протоколов ОКТ она находится наоборот книзу, и здесь у нас назальная часть. И сейчас я покажу вам протокол спектрали, с которым вы убедитесь, что все наоборот. Видите, назальная часть. То есть у нас, если здесь у нас в центре темпоральная область, через центр проходит нулевой меридиан, и сверху и снизу мы ждем дефекты, то если мы будем смотреть на стандартный протокол спектралис, то мы будем видеть не во внутренних областях эти дефекты, а наоборот в наружных, потому что здесь развертка другая. Ноль градусов у нас ноль вот здесь. Не здесь, а вот здесь. Протокол Huda – это стандартный протокол для прибора спектралис, ну и еще для ряда приборов. В данном случае мы видим типичное выпадение, вот оно соответствует нижнему сектору, видим выпадение центральных отделов сетчатки в протоколе G-Dynamic, и в M-Dynamic мы видим такое же типичное выпадение. И чтобы вы подумали, вот оно, протокол 10.2, специально мы сделали нашему пациенту для того, чтобы попытаться увидеть, где же мы будем видеть эти дефекты. И вот как вы видите, тадам, один к одному. Те точки, которые попадают на патологические области, они как раз у нас и выпадают в виде снижения светочувствительности сетчатки. Куд не врет, в общем. Для того, чтобы сравнивать, получить анализ структурно-функциональных характеристик одновременно, есть ряд приборов. На данный момент, насколько мне известно, только три прибора интегрировали. Компьютерную периметрию и оптическую региентную томографию. Это компания ЦАЙС, которая протокол Хамфри интегрировала в протокол прибора ЦИРУС. И мы видим одновременный анализ прогрессирования. Во-первых, мы видим прогрессирование по... Можем проанализировать прогрессирование по полю зрения и по состоянию слоя нервных волокон сетчатки и нейритинального пояска. По толщине внутренних слоев сетчатки тоже мы можем осмотреть. Эти окошечки относительно интерактивные. Мы их можем менять. Что здесь интерпретируется? По профилю слоя нервных волокон сетчатки. Профиль мы прям сразу видим. По периметрическим индексам, изменения индексов светочувствительности сетчатки мы можем отследить по Visual Field Index. Ну и можно отслеживать и по глобальным индексам. По локальному диффузовому дефекту тоже мы можем пытаться интерпретировать о наличии или отсутствии патологических изменений. Это прибор Spectralis. Spectralis у них свой прибор компьютерного периметра HEP. Он, кроме того, что позволяет исследовать поле зрения белое на белом, еще и фликер-периметрию. Позволяет провести периметрию с удвоенной частотой, с иллюзией удвоения частоты, которая позволяет определить, анализировать изменения в конецеллюлярном пути, который позволяет нам зафиксировать движение, видеть движение и контраст. Ну, как вы видите, примерно одна и та же мысль. Мы визуализируем поле зрения. Карту можно менять, как что здесь отображается. И визуализируем дизрительного нерва. И данные накладываем по слою нервных волокон сетчатки. Изменение светочувствительности сетчатки накладываем на толщину слоя нервных волокон сетчатки. Кольцо отражает у нас изменение светочувствительности. Внутренний круг, зеленый по секторам, отражает слой нервных волокон сетчатки. Толщину слоя нервных волокон сетчатки. Ну и оптопол. У них есть свой прибор, свой периметр, который интегрируется с оптополом, с ревой, с прибором ОКТ. И этот протокол выглядит так. Мы тут видим все те же карты. Видим предполагаемые области, где должны быть изменения стоименных волокон сетчатки и ганглиозных клеток сетчатки. И вот здесь у нас в подобии протокола худо наложены точки 10,2 и 24,2 на карту толщин. В данном случае эта карта только внутренний плексиформ на слое ганглиозного. Ганглиозных клеток я не рекомендую использовать вот здесь эту карту. Мне видится, что эта карта должна использовать все три звена третьего нейрона, то есть ганглиозных клеток сетчатки, то есть ганглиозные клетки сетчатки, внутренний плексифонный слой и слой нервных волокон сетчатки. Вот здесь будет более информативен, то есть вы будете видеть и изменение ганглиозных клеток, и слой нервных волокон сетчатки. Вы сможете сказать, что да, Это изменение соответствует изменениям слой нервных волокон сетчатки. А здесь можно оставить только слой нервных волокон сетчатки, потому что ганглиозные клетки и внутренний плексифорный слой здесь не информативен, а вот слой нервных волокон сетчатки и его выпадение здесь будет видно лучше. Ну и, соответственно, здесь еще и будет карта сравнения от среднестатистических значений. Карта отклонений. То есть вероятность наличия патологического дефекта будет отображаться вот как здесь. Здесь не отображается не потому, что здесь нет изменений, здесь нет изменений, здесь не отображается, потому что нет такой карты сравнения для всех точек. Ну, кто будет сравнивать? Зачем эту карту? Не очень информативна эта карта, поэтому здесь нужен слой нервных волокон сетчатки, а здесь все три. Ну, это мое мнение, можно с ним соглашаться или нет. С этим протоколом со мной поделился один из врачей, который слушает тоже наши лекции. У меня где-то есть свои такие протоколы, сделанные на одной из конференций из компании Штормов, но что-то как-то я не нашел, мне было проще уже взять этот протокол, не искать свои данные, которые я сканировал на пациентах. Ну, и ОКТ и периметрия упрощают диагностику и мониторинг глухом. Конечно, когда мы используем два метода вместе, мы, конечно, получаем определенные преимущества в определении стадии и прогрессировании глухомного процесса. Я неоднократно видел достоверные изменения толщины слоя нервных волокон сетчатки и при этом не видел изменений в светочувствительности сетчатки. И не могу сказать, что ни разу не видел, но данные, которые бы меня убедили, что это действительно прогрессирование глухомного процесса, то есть это изменение светочувствительности сетчатки в худшую сторону на двух последовательных... То есть у меня была светочувствительность сетчатки, я сделал тест, получил отрицательную динамику, сделал еще раз и получил еще раз отрицательную динамику или подтверждение той отрицательной динамики, которая была. Такого, к сожалению, я ни разу не видел. То есть у нас есть подтвержденная отрицательная динамика по периметрии и при этом нет никакой динамики по ОКТ. Такого я не видел, не имею в виду. Программное обеспечение периметров и томографов позволяет более точно и за меньшее время выявить глаукому и ее мониторировать. Конечно, применение двух методов одновременно позволяет нам более детально оценить. И, соответственно, если это подозрение на глаукому или офтальмогипертензию, то с филигранной точностью до нескольких микрон, больше пяти, правда, главное, в следующий раз мы с вами поговорим про прогрессирование процесса и будем говорить о достоверных признаках прогрессирования. Так вот, программное обеспечение позволяет нам более точно зафиксировать изменения. Я когда первый раз увидел пациента с достоверной отрицательной динамикой по оптической когерентной томографии, изменения соответствовали толщине 12 микрометров. Толщина волоса 200 микрометров. Представляете, насколько меньше? Да никогда бы мы глазом не увидели эту отрицательную динамику, если бы не оптическая когерентная томография. Для того, чтобы полагать воспроизводимые точные данные, которые позволят нам интерпретировать информацию более точно, и сравнивая одно исследование с другим, мы должны стараться избегать артефактов и неправильной интерпретации тех данных. Например, когда там расположение сосудов какое-то нетипичное, наличие ямок, дискозрительного нервов или каких-то индивидуальных особенностей, мы должны быть очень щепетильным в этом вопросе и стараться выявить достоверную отрицательную динамику для того, чтобы принять решение, что это патологический глухомный процесс. Ну и приборы нам позволяют статистически обработать данные и сказать, насколько вероятен тот или иной диагноз, насколько вероятно наличие патологических результатов, и даже рассчитать вероятность прогрессирования по сравнению с физиологической нормой. То есть все наши тренды, о которых мы будем говорить на следующей лекции о мониторинге глухомы, во многих приборах есть механизмы, есть методики, которые позволяют рассчитать, насколько эти изменения достоверны. То есть дают прям цифру. Например, изменение толщины слоя нервных волков в сетчатке на 1,7 микрометров, как сегодня у нашего пациента, и вероятность того, что это точные данные, там 0,8. То есть в 80% случаев это ошибка. Понятно, что таким данным мы доверять не будем. А если это меньше 0,05, то, конечно, мы будем более внимательно относиться к такому пациенту. Ну и сегодня мы с вами продолжим разговор о золотом стандарте старта терапии. Всем известно, что золотым стандартом являются аналоги простагландинов и неселективные бета-адреноблокаторы. Неселективные бета-адреноблокаторы – это тимолол. Никаких бетоптиков на старте у нас не должно быть. Мы в своей практике крайне редко используем тимолол. Тимолол в чистом виде мы используем преимущественно на слепые глаза. В остальных случаях мы используем аналог простагландина, хотя бы потому, что современные аналоги простагландинов достаточно экономически доступны. И их гипотензивная эффективность в два раза практически более выражена по сравнению с тимололами, ну чуть меньше, чем в два раза. И при этом препарат нужно закапывать один раз и меньше побочных эффектов, поэтому до сих пор золотым стандартом старта терапии являются аналоги простагландинов. Но селективные бета-адреноблокаторы пока еще остаются в роли золотого стандарта, но вы должны помнить, что начинать, да и вообще назначать гипотензивную терапию врач вправе с того препарата, с которым он считает нужным. Несмотря на наличие золотых стандартов и многих оговоренных правил, всегда практически можно объяснить, по какой причине назначен был другой препарат. Ну и наш пациент 70 лет, мы с ним уже знакомы, с неплохим зрением, с чуть тонковатой роговицей. И P0 это тонометр IKEA на старте заболевания, у него 22-25 эластотонометрия. Это у нас 5-граммовый тонометр, это 10-граммовый тонометр, и 15-граммовый тонометр. Каждый глаз померен дважды. И при помощи Faraday Lab, при помощи AI-тонометри Bot, который доступен всем в Телеграме, мы проводим измерение оттисков в автоматическом режиме и плюс оценку качества оттиска. Это впервые нам стал доступен, анализ качества полученного оттиска. AI-тонометри Bot говорит, насколько достоверно, насколько этот кружочек похож на кружочек. Может быть, 4 вида стикеров. Зеленый стикер оттиск качественный, желтый стикер исследования сомнительно, но можно измерять. Здесь оранжевый стикер – это исследование сомнительное, лучше перемерить. И красный исследование недостоверное, измерить невозможно, но так как это машина, она все равно измеряет, что-то там как-то измеряет. Но такой оттиск лучше бы не мерить вообще. Ну и вот на старте у нас, мы сегодня разговариваем с вами про левый глаз. Напомню, давление P025, есть типичный дефект – истончение слой нервных волков, сетчатки и выпадение ганглиозных клеток, сетчатки, небольшие какие-то поползновения в сторону истончения в верхних секторах. Вот они тоже есть. Но при этом относительно симметричное истончение за счет дефекта в правом глазу. То есть дефект глаукомный есть в обоих глазах, и он у нас находится в нижнетемпоральных секторах преимущественно. По данным прогрессирования диска зрительного нерва я неоднократно говорил, что данный анализ мне не очень нравится, он не очень информативен за счет нарушения сегментации в области головки зрительного нерва. Но тем не менее мы можем проследить среднюю толщину в этом протоколе слоя нервных волков, сетчатки, нейротинальный поясок как изменяется или не изменяется, что менее информативно для ОКТ. Все-таки слой нервных волков, сетчатки более информативен. И мы видим, что достоверных изменений нет, в верхнем секторе может быть какое-то изменение есть, а нижний, более интересующий нас сектор, тут все достаточно стабильно. Ну, я думаю, что все понимают, что было 69, стало 71, это не значит, что тут вообще 74 было. Это не значит, что что-то нам у нас увеличилось, это значит, что где-то у нас есть исследования, которые интерпретированы немножечко по-другому. Это флюктуация в пределах метода чувствительности метода и аксиального разрешения, поэтому эти флюктуации нас никак не интересуют. По данным сканирования в окулярной области мы видим, достоверно отрицательной динамики мы не видим, потому что квантастативные характеристики не меняются. Но как будто бы вот эта нижняя синяя часть чуть более синяя, чем на этом исследовании. Может быть, если бы мы еще сравнили вот со всем крайним исследованием, мы бы получили еще более интересные данные, но тем не менее, скорее, здесь процесс стабилен, чем нестабилен. Давайте еще раз. Ну, вот таким образом выглядит структура сетчатки зрительного нерва у нашего пациента на данный момент. Вот это одна из разновидностей артефактов. Вы видите, что здесь у нас сканирование, скорее всего, 6 на 6, а здесь у нас сканирование, ну, для особо одаренных написано 6 мм, а здесь сканирование 4 мм. Просто этим пациентам мы делаем УКТ-ангиографию, УКТ-ангиографию мы делаем 4 на 4, и, соответственно, мы видим, что у нашего пациента здесь эти данные несколько отличаются от данных, которые мы видели вот здесь. Это сканирование 6 на 6, это сканирование 4 на 4 для УКТ-ангиографии, прибор в состоянии интерпретировать структурное УКТ по данным УКТ-ангиографии, поэтому он его сюда включает, было ошибочно выбрано, и когда вы так делаете, вы лишаете своих коллег, которые работать потом, возможно, в будущем будут с вашими данными определенной долей информации. Нужно быть внимательными, и таких артефактов в том числе не допускать так. Периметрия. Периметрия у нашего пациента выглядит примерно вот таким образом. Мы видим, что есть изменения, я не могу сказать, что эти изменения суперпатогномоничны, да, и не очень похожи на изменения, характерные для УКТ-ангиографии, но тем не менее, мы как раз видим, что нижний темпоральный сектор у нас страдает. Мы по полярному анализу, видим и по кластерному анализу, видим, что снижение светочувствительного у нас соответствует выпадению слоя нервных волокон сетчатки, соответственно, мы видим тут явную корреляцию светочувствительности. Ну вот, мы возвращаемся к тому, что при исследовании мы можем получать отрицательную динамику, потом снова положительную динамику, такое бывает, мы должны быть к этому готовы. В данном случае мы видим, что было сделано исследование поля зрения, пациенты вот эти области соответствуют патологическим областям, а на следующей явке после применения ретиноламина, я ни в коем случае не хочу сказать, что применение ретиноламина привело к тому, что произошла такая положительная динамика. По каким причинам такую выраженную фликтуацию мы зафиксировали, наверное, мы никогда не узнаем, но тем не менее такое бывает. То есть мы видим вот эти области очень похожи, вот центральные отделы и продолжение назальной ступеньки у нас очень похожи на те измерения, которые мы должны видеть у пациента. Но снижение цветочувствительности на следующем визите буквально через 4 месяца у нас уже отсутствует. А потом снова появляются дефекты, но уже в других областях, несмотря на то, что да, они находятся в верхних областях, но нельзя сказать, что они прямо вот эти дефекты соответствуют вот этим дефектам, ну разве что вот эта восьмерка и эта пятерка соответствуют. Дальше мы снова получаем новую область и снижение цветочувствительности. В целом цветочувствительность везде страдает по большей части в верхнем секторе, да, и в данном случае средняя цветочувствительность у нас снизилась после применения ретиноламина. Как я уже говорил, я ни в коем случае не предполагаю, что ретиноламин должен был привести к улучшению поля зрения. Скорее, общий тренд изменения цветочувствительности сетчатки у пациента на фоне применения ретиноламина будет наклон его меньше. Если бы, например, пациент не принимал ретиноламин, то тренд был бы более крутой и быстрее бы снижалась цветочувствительность сетчатки. В данном случае мы видим практически горизонтальную прямую, что по средней цветочувствительности сетчатки, что по square root loss variance, это среднеквадратичное отклонение цветочувствительности сетчатки, соответствующее показателю PSD для периметра Humphrey. Мы видим, что при таких небольших изменениях должен быть локальный дефект, то есть pattern standard deviation, то есть PSD коэффициент должен изменяться быстрее. У нас нет этих изменений, мы принимаем, что пациент этот стабилен и дополнительная отрицательная динамика у него не происходит. Но по данным оптической когерентной томографии мы видим, что в какой-то период появляются какие-то истончения, патологические области небольшие. Но посмотрите, как меняется положение синей линии, то есть возможно, что это и повторяемость, и воспроизводимость этих изменений не очень на высоком уровне. Мы видим, что определенная доля флюктуации тут тоже существует, а тем более, когда здесь такое выраженное истончение, когда практически нечего тут измерять, мы понимаем, что эти изменения, возможно, их и нет, это просто погрешность метода. Та же самая история у нас с мокулярной областью. Мы видим сначала какая-то отрицательная динамика, потом она чуть меньше, потом еще меньше, потом снова чуть больше. И, наверное, здесь не приходится нам говорить о том, что да, мы прям выявили достоверную отрицательную динамику. Судя по светочувствительности сетчатки, вероятнее всего, у нашего пациента достаточно все стабильно. Ну, протокол глаукомного модуля, который позволяет на одном листе бумаги показать состояние нейротинального пояска слоя нервных волокон сетчатки, островка ганглиозных клеток, точнее, толщины сетчатки в мокулярной области и островка ганглиозных клеток сетчатки, мы можем видеть соответствие изменений слоя нервных волокон сетчатки. Нейротинальный поясок у нас, в принципе, достаточно диффузно истончен, но вот слой нервных волокон сетчатки, ему же изменение толщины сетчатки соответствует выпадению ганглиозных клеток сетчатки. Применение таких сложных анализов для интерпретации гаукомных изменений позволяет с большей вероятностью делать достоверные выводы. Обратите внимание, здесь у нас назальный сектор, а здесь у нас уже, тадам, темпоральный сектор. Даже в одном приборе могут в разных протоколах по-разному отображаться толщины слоя нервных волокон сетчатки. Будьте внимательны при интерпретации, пожалуйста. Это протокол худомы сетчатки, слой нервных волокон сетчатки и островок ганглиозных клеток переворачиваем и ищем те области, в которых должны быть патологические изменения. Мы сегодня уже в начале этого пациента смотрели, что полностью соответствует выпадение слоя нервных волокон сетчатки, полностью соответствует выпадению полей зрения при исследовании теста 10.2. А сейчас мы видим с вами тренд. Тренд изменения слоя нервных волокон сетчатки и тренд нейротинального пояска. Ну, нейротинальный поясок, чуть флюктуация больше, но это чаще всего связано с тем, что и само абсолютное значение больше, там порядка 200 микрометров, здесь порядка 60-70 микрометров у нашего пациента, но тренд у нас есть отрицательный в обоих случаях. В обоих случаях. Здесь у нас минус 1,7 микрометра, здесь минус 6 микрометров. И оба тренда не являются достоверными. Ну, во-первых, здесь вот эта точка, это выброс. Прибор интерпретирует с математической точки зрения, это выброс, то есть он сильно выбивается из среднего тренда. Он ее подсвечивает обычно. И P-Values, то есть достоверность этого анализа снижения светочувствительности не достигает критического значения в 0.05. Ну, а здесь вообще никак не достигает из-за большого разброса. О чем говорит P-Values? То есть насколько далеко расположены от линии тренда точки, которые мы намерили. То есть здесь мы видим точки практически на линии, но есть один выброс, и поэтому не достигает 0.05. Пятипроцентной границы достоверности. А здесь у нас точки сильно далеко расходятся, большие выраженные флюктуации, и мы не получаем достоверного тренда. То есть этими шестью микрометрами мы можем пренебречь. При разговоре о мониторинге глаукомы мы с вами обязательно обсудим, какое количество микрометров мы должны принимать за патологические изменения, за значимые изменения. Ну и почему в том числе мы принимаем решение, что у нашего пациента относительно все благополучно, потому что на старте лечения у пациента было давление 25, при назначении аналогов простагландинов в виде травопросто, мы получили снижение внутриглазного давления до 20 мм штутного столба. И это снижение у нас достаточно стабильно в течение полутора лет, почти уже скоро будет два года, и мы понимаем, что у этого пациента снижать при условии стабильного поля зрения, стабильных показателей, структурных показателей, мы не будем добавлять дополнительный гипотензивный препарат, это давление принимается у него как давление цели, и этого нам достаточно для того, чтобы наблюдать нашего пациента.